Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием «Белок в зелени». Сейчас вы узнаете о заблуждении людей по вопросу белков и незаменимых аминокислот. Откуда нам получить полноценный белок? Вы получите список самой ценной зелени. Узнаете три дополнительных пути получения аминокислот, помимо получения их с пищей. Советы спортсменам. Давайте называть вещи своими именами. Какие существуют варианты потребления полезной зелени для получения из нее всех аминокислот и не только их. Ликбез по белкам и аминокислотам. Что нужно знать каждому человеку? Итак, я знаю, что мои старые зрители ждут от меня видео с названием «А что же тогда есть?». Я обещал сделать это видео. Но поясню, до этого важно понять некоторые нюансы, зависимости, закономерности, взаимосвязи и факты. Потому до этого видео я выпустил и еще выпущу несколько важных, подготовительных для усвоения такой важной информации видео. Ну а сейчас смотрите нынешнее. Итак, я начинаю свою лекцию. Первая часть, всего будет шесть. Ликбез по белкам и аминокислотам. Белки – это основа жизни и движения. Как говорилось уже давно, на нашей планете жизнь построена действительно на белковой основе. Гормоны, ферменты, витамины – все это тоже белки. Все наши органы и ткани, все наши клетки – это белки. Ну, конечно же, не только белки, но и минералы, жирные кислоты, прочие компоненты. Но структура всего живого – это белок. Белки – это полимеры, которые структурно состоят из мономеров, то есть из аминокислот. Если сравнить высокомолекулярные сложные белки с кирпичной стеной, то отдельные ее кирпичики – это и будут аминокислоты. Комбинация аминокислот между собой и количество звеньев и формирует тот или иной белок. В данное время аминокислот классифицировали 26, из них незаменимых – 9. Из съедаемых нами белков с пищей белки нашего тела не могут построиться напрямую. Вначале любые белки, попавшие к нам в желудочно-кишечный тракт, сначала в желудок, а потом в двенадцатиперстную кишку, должны быть разобраны до аминокислот, и уже эти мономеры должны всосаться из тонкого кишечника в кровь. А стоком крови вместе с другими питательными веществами поступить во все клетки нашего организма. А именно в органеллы – это такие маленькие органы, которые конкретно называются рибосомами. Именно там в рибосомах и происходит один из главных сакральных процессов на нашей планете – это процесс биосинтеза белка. Все изучали этот процесс в школе, не только в институтах специализированных, но плохо помнят и по сути ничего и не поняли, что же это означает. Биосинтез белка – это сборка белка. Сборка из свободных аминокислот, принесенных током крови. По-другому белок получить мы не можем. Другими словами, мы не можем просто усвоить белок из любой пищи. Вначале любой попавший к нам в организм белок, растительный, животный, любой, должен быть разобран до аминокислот. И тогда уже доставлен в каждую клетку, как я только что говорил, током крови. И только там, в каждой клетке, в органеллах, которые называются рибосомами, только по ведомам нашей каждой клетки программам и алгоритмам для ее нужд. И происходит синтез нужного данной клетки и ткани, состоящей из этих клеток, белка. А что же из этой простой истины, вот как происходит на самом деле, что из этого следует? А вот что. Нам не белки нужны в пищу. Это неграмотное утверждение, а нам нужны аминокислоты, то есть мономеры белков. Некорректно говорить, никогда больше не говорите такое и поправляйте других про якобы необходимость потребления белков. Ибо только из аминокислот синтезируются белки, нужные нашему организму. Внимание! При пищеварении разобрать до аминокислот сложные высокомолекулярные белки трудно, а простые низкомолекулярные легко. Ну а свободные аминокислоты вообще не нужно разбирать, они уже разобраны. Белки животного происхождения это сложные белки. Образовались они в телах других животных для обеспечения определенных задач этих животных, например, двигательных. Я говорю о мышцах. О том, что люди называют мясом. Причем структуры белков у разных животных разные. Белки все специфические, а у нас они другие. Для синтеза своих белков нам не нужны чужие белки. Тем более на разбор, переваривание сложных животных белков уходит огромное количество нашей энергии, ферментов, витаминов и гормонов. А на усвоение простых аминокислот из зелени почти нисколько не уходит. Но вот энергии, витаминов, минералов и других нутриентов в живом виде мы получаем из зелени много. Разумеется, это зависит от почв, на которых выращена та или другая зелень. Смотрите мою лекцию «Лес и почва» и от других факторов произрастания, но все же. Только вот беда для человека, даже если он этого не понимает. И беда эта в том, что мы не едим зелень, практически не едим, почти не едим. А листок салата в бургере или на бутерброде – это не потребление зелени. Салат с огурцом, помидором и маслом – это не зелень. А ведь в зелени, дорогие товарищи, белка в виде свободных аминокислот много. Часть вторая. В головах большинства людей до сих пор царят больные ассоциации. Например, ассоциации белка с мясом и другими продуктами животного происхождения. И царит в головах людей убежденность того, что их надо непременно есть. А между тем, аминокислоты и белки есть во всех растительных продуктах. Где-то их больше, где-то их меньше. Но вот одну группу растений в плане содержания белков врачи, биологи и диетологи не знают, не видят или не понимают – это зелень. Так как зелень по классификации пищевого сырья, они все относят к овощам. Где белков действительно мало, а воды много. Другое дело зелень. Оказывается, зелень содержит аминокислот не меньше, а некоторая зелень даже больше, чем любая животная так называемая пища. В некоторых растениях в зелени есть все незаменимые аминокислоты. Это такие растения, как амарант, крапива, шпинат и другие. А во многих видах зелени есть из 9 незаменимых аминокислот, скажем, 6, 7, 8. Но и комбинации их разные. Можно же есть разные виды зелени, а не только один какой-то. И совмещая, скажем, в тех же салатах или зеленых смузи разную зелень, мы легко получим все 9 незаменимых аминокислот. Многое зелень содержит белка и разных аминокислот по количеству больше, чем мясо. В конце видео я приведу данные статистики биохимических таблиц по содержанию аминокислот в некоторой зелени. Внимание! Оправдывая животную пищу, на самом деле люди оправдывают лишь свои заблуждения, вкусы и зависимости, а не реальную необходимость потребления мяса, молока животных и тому подобное. Нет такой зависимости вовсе. А вот что происходит при потреблении животных белков в плане иммунного ответа нашего организма, какие продукты метаболизма образуются и к чему приводит потребление животного белка, я досконально, подробно пояснил, пошагово пояснил в своих лекциях. Мясо надо есть, с таким провокационным названием, раздельное питание и 9 причин болезни. Непременно их посмотрите, ссылки будут даны под этим видео в описании. Часть третья. А как еще поступают аминокислоты в организм, помимо прямого пути, ну и съедаемой нами пищи? Первый вариант. Существует синтез всех аминокислот, включая все незаменимые, из растительной живой клетчатки, но только живой, не вареной. На это способна наша родная симбиотическая кишечная микрофлора. Обязательно посмотрите мое видео «Пищеварительная система». И другое видео «Клетчатка». Второй вариант. Улавливание свободного азота из газов, азотофиксирующими кишечными бактериями. Есть, оказывается, и такой вариант. И про это я еще много лет назад подробно пояснял. Третий вариант. Существует редциркуляция белка в организме. Например, наша главная железа и уникальный фильтр крови печень разбирает белковые остатки и синтезирует из них новые белки, например, плазмы крови. Так что белка на самом деле нам с пищей нужно потреблять гораздо меньше, чем это когда-то было записано в табличке. Да, не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле». И если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. И еще одно маленькое объявление мое. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озерами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озер. Это Русская Карелия, среднерусская, так называют ее Пушкин. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. И последнее, потому что это не все знают, на ярмарке мы больше никакие не ездим и наши товары не вывозим. Поэтому, дорогие друзья, все заказывайте только на нашем единственном официальном сайте nadgard.ru. И вся информация, которая указана на сайте, точная. А там, если что, есть переход на второй наш сайт. Незаменимые аминокислоты. Считалось, что наш организм не может их сам синтезировать. Но это неправда. Только что я пояснил в пункте номер один про синтез всех аминокислот. Другой вопрос, что не у всех людей они синтезируются в должном количестве. Потому что у многих есть проблемы. Это и синдром дырявого кишечника, и различные дисбактериозные состояния. И сибр, когда развивается большое количество патогенных микроорганизмов бактерий, а не наших, симбиотических, которые задавливаются патогенными. И по многим другим причинам. Но это беда не биологии, не биохимии, а беда современной химизации нашей с вами жизни. Народы веганы и миллионы отдельно взятых людей изначально уже опровергли эту глупую гипотезу о якобы необходимости потребления животных белков. Которая была принята в науке лишь во второй половине девятнадцатого века. Что опровергает эту гипотезу? Не теорию, не путайте понятия. Теория это гипотеза, то есть предположение, подтвержденное фактами. Поэтому гипотезу. И сама наша анатомия, морфология и биохимия нашего тела, что еще важнее, явно говорит нам о том, что мы по типу питания никакие не травоядные, никакие не плотоядные от слова плоть, и никакие не всеядные. Хотя до поры до времени мы можем есть все, что угодно, и конечно же при этом иметь много болезней, как это и происходит в жизни. Но все же можем жить, существовать. А мы на самом деле плодоядные существа. Плоды это наша родная видовая пища. Хотя в наши дни приходится делать существенные коррективы, поправки в питании. И вот почему. Ответы на эти вопросы вы получите из двух моих видео. Почему же в наши дни мы не можем питаться только плодами? И почему зожники в наши дни болеют? А также посмотрите непременно вот это видео «Инсулинорезистентность». Часть четвертая. Да, зелень имеет все аминокислоты в своем составе, в отличие от фруктов и большинства овощей. Если правильно подобрать рацион питания и есть качественную зелень в достаточном количестве, то проблем с белками не может быть в принципе. Скажем, если есть не менее 300-600 грамм зелени в день. Не менее 3-5 видов зелени за день. Особенно используя в пищу дикоросы, сныть крапиву, лебеду, тогда потребляемой в день зелени может быть и меньше. Но про крапиву отдельно я подчеркну, скажу какой же у нее белковый состав чуть далее. Так вот, таким образом потребность в белках, правильно сказать в аминокислотах, будет закрыта на 100%. А спортсменам или тем, кто истощал, у кого болезни, у кого мышечная масса теряется, наблюдается дряблость мышц, надо есть конопляный протеин или, что лучше, протеин 4 в 1 с высоким содержанием аргинина, трептофана и других важных аминокислот, особенно тех, которые провоцируют выработку гормона роста и тем самым открывают пути естественного омоложения организма. Вы можете приобрести эти действительно лучшие в усвоении полноценные аминокислоты у нас на сайте надгар.ру. Спортсменам я кое-что скажу дельное чуть дальше. Так, я что-то решил продать? Не может быть. Но ведь найдутся же недовольные протестующие, которые рявкнут. Все ясно. Коля продает, значит, все, что он сказал, ерунда. Но вот таким гегелем я скажу следующее. Вот вам, именно вам, не всем, а только вам, вот это мое видео будет в успокоении и в извлечении. Ну а для всех остальных людей я продолжаю. И еще. Давайте называть вещи, предметы, объекты и субъекты своими именами, без всякого там вуалирования и искажения сути образа. Итак, запомните. Мясо – это мышечная ткань трупа убитого животного. И только так. Вот яркий образ, что же такое мясо. Мышечная ткань – это белки, из которых были созданы в организме убитого животного мышечные структуры, волокна. Они были созданы для вполне определенных задач конкретно данного животного. Другие белки, не мышечные, были созданы для решения других задач. Часть пятая. Как же потреблять зелень правильно? Вот мои важные советы. Первый вид потребления в виде смузи и соков овощных. Конечно, лучше всего измельченная зелень, то есть смузи. Измельчать зелень стоит для более полного усвоения питательных веществ. Так как измельчив частички зелени менее 1 мм, усвоение питательных веществ из таких частичек будет гораздо выше, чем пережевывание. И лучше потреблять в смузи только зелень, без всяких там добавок фруктов для вкуса. Почему? Обязательно посмотрите вот эти мои лекции по углеводам. Обязательно долго жуйте любую пищу, вне зависимости от того, в каком виде вы ее кладете в рот. Это я много раз объяснял и раньше. Объяснял и в последней моей лекции про зелень, вот в этой. Второй вид потребления. Ешьте живую зелень в салатах. Ниже я дам список самой полезной зелени. Третий вид потребления это проростки. Вершки, то есть микрозелень, семян. А сами семена цельные и корешки проростков содержат большое количество высокомолекулярных белков, лектинов, которые вызывают воспаление. Поэтому лучше их не есть. А ешьте именно микрозелень, состригайте вершки при проращивании. Посмотрите непременно вот это мое видео брокколи, где в конце видео я говорю, как проращивать и потреблять микрозелень брокколи. Четвертый вариант потребления. И в наши дни без него обойтись сложно. Это натуральные бады, то есть концентраты трав. А конкретно, например, хлорелла или спирулина. Но только, конечно, органические и, безусловно, дикие, не лабораторно полученные. Помните, что в этих уникальных продуктах, этих водорослях, содержится до 78% белка. Что в три раза больше, чем, скажем, в мясе коров, говядине. Это пища номер один по количеству белка. Более того, все незаменимые, а также вообще все аминокислоты 26-26 там есть. А в хлореле еще есть и тот самый B12. Наперед скажу, что самая полезная зелень есть у нас в продаже в виде порошков, полученных с помощью вакуумных дегидраторов. Что позволяет сохранять практически 100% пищевой ценности в этих продуктах. Если захотите, то выращивайте, собирайте, заготавливайте дикоросы сами. Но захотите, можете купить их у нас. Но помните, лучший способ заготовки, если уж вы будете этим заниматься, это заморозка. Потом же идет сушка. Но только при низких температурах. Но даже при обычной сушке остаток питательных веществ сохраняется примерно на 20-30% от изначального, не больше. При вакуумной же сушке сохранность, тем более в гермопакетах без кислорода, практически 100%. Смотрите мое видео «Хлорофилл». Еще один мой совет. Не ешьте много бобовых. Помните о лектинах. В бобовых их очень много. Но вообще об этом подробно рассказывает моя лекция, которая называется «Синдром дырявого кишечника». Непременно ее посмотрите. Но, впрочем, вы вполне можете есть чечевицу, приготовленную, например, в скороварке, если нет русской печи. Посмотрите также мое видео «Как же нарастить мышцы?» То есть, при каких условиях, двух главных, они вообще, в принципе, могут расти. И еще раз повторю. Полкило различной зелени в день, и вы обеспечите себя всеми аминокислотами, а значит, белками. Процитирую один вопрос из-под моего видео в Ютубе от Олега Батсея, и отвечу на него. Человек спрашивает, почему именно свежая клетчатка, а не термически обработанная? Можно узнать? И вы знаете, я ответил человеку таким образом. А вы просто подумайте. Сварите луковицу, пишу я ему, а потом посадите ее в землю. Она прорастет. Вы получили ответ? Я надеюсь, вы поняли. Часть шестая. Дорогие друзья, я не буду тратить полчаса времени на перечисление по разным видам зелени, содержание в них тех или иных аминокислот. Я приведу вам только два очень интересных, важных примера. Помните, я говорил о спортсменах? Все они знают о таком веществе, которое называется креатин. Так вот, многие спортсмены его применяют даже в сухом, искусственно созданном виде. Но многие спортсмены наверняка даже не знают, а вы теперь будете знать, что это вещество может, и оно синтезируется нашим организмом самостоятельно. Из трех аминокислот. Глицина, аргинина и метианина. А теперь внимание. Вы знали, что в зелени укропа на 100 грамм продукта содержится 0,169 грамм глицина, 0,142 грамма аргинина и 0,011 грамм метианина, что в сумме составляет 0,322 грамма на 100 грамм продукта, то есть укропа. Я привел пример зелени, которая содержит не рекордное количество отнюдь, а как раз не очень большое количество аминокислот. И всего лишь привел в пример 3 аминокислоты, и даже усугубил эту как бы проблему. Подсказал насчет креатина, но ведь другая зелень тоже содержит аминокислоты. А давайте я вам приведу в пример тот продукт, который почему-то за продукт питания современные люди не считают. Хотя помните в моем прошлом видео про ботву, вершки и корешки, я что говорил? Я приводил в пример даже русскую народную песню, посажу я лебеду на бережку. И ведь не просто так взялись эти песни, и не грустные песни, а радостные. А сейчас я приведу вам в пример крапиву. Дословно, с древнеславянского, слово крапива переводится как пьющее солнце. И действительно так, ведь первый главный сакральный процесс, это процесс фотосинтеза, то есть образование органических веществ из воздуха и воды благодаря солнечному свету, который происходит в хлоропластах зеленых растений. Пробежимся по некоторым аминокислотам. Внимание! 1 кг сухого вещества крапивы содержит аргинина, валина, более 9 грамм каждого из этих аминокислот, лейцина 16 грамм, изолейцина 8, глицина 10,5, аспарагиновой кислоты аж 21 грамм, глутаминовой кислоты аж 30 грамм, не 0,30, а 30 грамм, пролин 10,6 грамма, аланин 12,5 грамм. Я не буду перечислять все аминокислоты, скажу лишь, что в крапиве есть все 26 и все 9 из 9 незаменимых. А результат химического анализа сухих листьев крапивы таков. Белков содержится 35,3 грамма, углеводов 23,8, внимание, углеводов меньше, что прекрасно, даже для кето-питания этот продукт идеален. Причем углеводы содержатся в основном не в виде моносахаридов, то есть не в виде глюкозы и фруктозы, а углеводы там содержатся в виде пектинов, клетчатки, лигнина и так далее. Крапива, дорогие друзья, это ценнейший, это уникальный продукт. Принимать его в пищу очень даже стоит. И теперь вы поняли, я привел вам в пример два как бы крайних продукта. Всем нам привычный укроп и непривычную для питания крапиву, хотя раньше из нее делали и одежды, и веревки, а не только из конопли, хотя и конопля это прекраснейший продукт, безусловно, о чем я уже сказал. Ну а теперь самая ценная зелень. Итак, культурная зелень, хотя грань между культурной и дикорастущей условно, а некоторые культурные, такие как амарант, мы и сейчас воспринимаем как почему-то дикоросы. Но условно разделим. Из культурных. Любисток, петрушка, укроп, базилик, сельдерей, кинза, шпинат, щавель, зелень чеснока, зелень лука, мята. Из листовых салатов самые полезные. Руккола, айсберг, латук, крес-салат, лолороса и другие. Из дикоросов я бы выделил отдельно крапиву, сныть, лебеду, амарант, черемшу, молодые листья березы по сезону, молодые листья поддорожника, обязательно молодые листья одуванчика. А хотите, чтобы я снял отдельное видео по дикоросам? То есть какие есть, как их заготавливать, сохранять на зиму? Если хотите, напишите под этим видео свой комментарий. Помните, что оккультуривание и современная селекция снижают общую пищевую ценность продукта. А также помните про то, что я говорил в последней по данной теме моей лекции про ботву, вершки и корешки. Вершки моркови, репы, свеклы имеют огромную пищевую ценность. Непременно, кто этого еще не делал, посмотрите вот эту мою лекцию. Ну что ж, дорогие товарищи, ждите от меня обещанное видео. А что же тогда есть? Ну а также другие важные видео. И обязательно не поленитесь, напишите под этим видео свои отзывы. Если вам данная лекция понравилась, а я считаю, что она очень важная, поставьте непременно за это видео мне лайк, поддержите мой канал, пересылайте данное видео, ссылку на него, своим друзьям, знакомым, делитесь в соцсетях. Подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и ждите выход моих новых видео. На этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. До новых встреч. Увидимся. До свидания.